Валерию Рязанову операцию сделали несколько часов назад. В больницу обратился из-за острых болей в животе. Думал, проблемы с желудком. Но УЗИ показало в почках камни. Врачи посоветовали раздробить их с помощью лазерного луча. Конечно, страшновато сперва было. Я шел на то, чтобы удалить эту боль. Какая боль была до этого. Понимаете, на стенку можно было лезть. А сейчас операция уродилась. Ни грамма ничего не слышно. Я доволен. Донецкие ученые утверждают, таким больным можно помочь, не используя дорогое оборудование и медикаменты. Специальная химическая смесь может избавить пациента от камней за несколько недель. Сначала с помощью анализов определяется химический состав камней. Затем подбирается раствор. Он вводится в организм больного. Ученые утверждают, процедура безопасная, а пациент не испытывает никаких неприятных ощущений. Было вылечено примерно 300 человек в Киевском институте урологии. Рецидивов был только один. И то там вопрос сложный, как оно получилось. Процедура, я еще раз повторяю, безболезненная, сравнительно безболезненная. И эффективное лечение происходит максимум неделю. Ученый Владимир Белобров над созданием раствора работал не один год. И сейчас продолжает совершенствовать свое изобретение. Говорит, аналогов в мире не существует. Он просто растворяет, прощает воду. Обычный раствор. То есть камень растворяется, и все элементы его переходят в раствор. Без всяких там севенки, без всевозможного песка, который, в общем-то, выходят. Так что, конечно же, ах, какую боль вызывает. Это был просто истинный раствор. Работа химиков Донецка на международном форуме в Москве была отмечена медалью и дипломом за достижения в области высоких технологий. Но медики-урологи ноу-хау не доверяют. Считают, такой метод использовать нельзя. Утверждают, самый эффективный способ борьбы с камнями – лазерный луч. Я считаю, что самым эффективным методом лечения камней, мочевыводящих путей и почек, является лазерное разрушение камней путем лазерного луча. Мы такую возможность имеем. У нас уже есть несколько сотен раздробленных камней самого различного размера и локализации. достаточно эффективно. То есть у нас не было таких случаев, когда мы камень не раздробливали. Медики говорят, раствор, придуманный донецкими учеными, еще до конца не исследован. Для того, чтобы узнать, как он действует на организм человека, нужен не один год. Предполагают, если он может разрушать камни, то и органы могут быть в опасности. И использовать новый научный метод врачи больным пока не рекомендуют.